Публичные слушания по стратегии развития УФИ до 2030 года прошли в конце ноября, но споры не утихают до сих пор. Архитекторы говорят, они не оппозиция, но документ нуждается в доработке. Свои предложения профессиональное сообщество высказало на круглом столе. Архитектурное сообщество за принятие этого документа. Цель вот этого совещания, чтобы все-таки, как сказать, стратегия, она будет принята, но чтобы этот основополагающий документ, он пошел в правильном русле, в правильном направлении, чтобы были учтены мнения жителей, мнения общественных организаций. Стратегия УФИ создавалась в сжатые сроки, неоднократно подчеркивали участники круглого стола. Ее разработка началась в мае этого года. У архитекторов осталось много вопросов. Один из них – это транспортная система. Стратегия предлагается комплексная масштабная программа транспортной реновации всей территории Уфимской агломерации. Это потребует огромных средств из регионального, республиканского и, наверное, федерального бюджетов. И, скорее всего, за 10 лет реализовать всю эту стратегию будет невозможно. Стратегия позволит участвовать в федеральных программах и привлекать бюджетные средства под проекты. Но между стратегией и генпланом города должен быть еще один документ – мастер-план, чтобы вовлекать в развитие Уфы жителей и сообщества. Люди сегодня – это новая нефть. Без вот этого вовлечения, механизм реализации стратегии генерального плана, он не получит энергию поддержки населения. Стратегия предусматривает выход за стройки за пределы Уфимского полуострова. Но с этим не согласны представители форума «Урбан Байрам». Когда развиваются территории новые, там всегда вопрос, как подвести дороги, как подвести сети. Соответственно, вопрос, если у нас есть потенциал развития в уже сложившихся районах, то почему бы нам это не использовать, если там уже большие предпосылки с точки зрения и той же инженерной инфраструктуры, и социальной. Главный архитектор Уфы подверг критике не только форум «Урбан Байрам», но и коллег. Есть регламент разработки документа. Если вопрос возникает, как общественная организация может участвовать в разработке документов, есть действие законодательства в рамках законодательства, ничто не мешало принятию участия. Меня удивило, что сообщество профессиональное, многие узнали, вот я просто разговаривал с людьми, узнали о том, что стратегия разрабатывается уже после общественной слушания. Ну, вот это к вопросу о том, насколько это все интересно и заинтересованность. Сложно сказать, что диалог состоялся. Свои предложения по стратегии развития Уфы Союз архитекторов направит в Горсовет. Окончательный вариант документа депутаты должны принять 19 декабря. Алина Гребешкова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.